на запись. Очень здорово, что вы нашли время и силы после длительных праздников послушать вебинар. Я думаю, что вам будет интересно и полезно. Вот. А сегодня я буду рассказывать о самом родном и близком, что у нас есть. Это о наших хакатонах. Так как, в принципе, я являюсь вент-редактором, это как бы моя любимая часть. Часто она сложная, но интересная. Вот. И сегодня я расскажу вам много много вещей достаточно простых. И, возможно, я как-то более подробно расскажу о том, что это такое, что это за формат мероприятия, для чего он нужен, какие плюсы есть. Я думаю, что если, например, в будущем у вас будет возможность принять участие, вы это сделаете. Это будет очень здорово. Так, ну что ж, давайте двигаться тогда дальше. И как вот тема вы все видели, звучит так. Катон, теперь эти возможности, преимущества, участия и результаты. Пару слов скажу о себе, да. Просто, возможно, кто-то будет смотреть записи и не знает, кто мы, что мы делаем, кто я такой. И для этого я говорю всегда стандартные вещи. И меня зовут Алексей Ницца. Я являюсь вент-редактором в Теплице. В то же время я провожу вебинары, как вот этот, и делаю видеоуроки. Если у вас есть какие-то предложения, замечания, вопросы, вы всегда можете писать мне на мой мейл, который указан здесь. Я с радостью отвечу. Так что пишите. Так выглядит наш сайт сейчас по адресу test.ru. В социальных сетях мы везде слэш теплица ст. На нашем сайте мы много чего интересного делаем. И в двух словах, опять же, скажу, кто смотрит записи. Наш проект занимается интересным делом. Мы связываем два полюса. Это IT-сектор и некоммерческая организация, некоммерческие инициативы и проекты. То есть, с одной стороны, IT-сектор — это люди, которые знают и владеют какими-то навыками программирования, разработкой и много чем интересным. А вот некоммерческий сектор занимается полезными делами, но часто бывает так, что они не имеют каких-то навыков для того, чтобы воплотить свои идеи в жизнь. Поэтому мы связываем их вместе с помощью разных инициатив, в том числе и мероприятий. И как бы они вместе создают что-то интересное. В том числе мы делаем много подборок инструментов, различных там приложений. Так что заходите на наш сайт, читайте, много чего полезного пишем. И сегодня мы будем рассказывать вот как раз о хакатонах. Это те мероприятия, которые, в принципе, и связывают вот эти два сектора. Если вы по какой-то причине не успели посмотреть наши вебинары, вы можете найти их в записи. Они есть, во-первых, на нашем сайте в разделе мероприятий. Там есть вкладка «Вебинары». Мы проводим два раза в месяц вебинары, соответственно, вы можете посмотреть записи. И также там есть слайды презентации. Также вы можете для удобства подписаться на наш канал на YouTube. И там есть плейлист вебинаров в том числе. И вот каждый вебинар мы там выкладываем. Соответственно, если вам удобно смотреть, то это очень тоже полезно. Естественно, что мы как бы постим на наш сайт записи, а не из YouTube. Ссылка внизу есть. Презентацию, когда вы скачаете, она, в принципе, с PDF, но ссылки кликабельные. Вы можете перейти по этой ссылке и посмотреть. И пару слов об онлайн-уроках или скринкастах. Опять же, кто не знает, это такие небольшие видео, которые расскажут вам о каком-то интересном онлайн-сервисе или каких-то таких простых, но очень важных вещах, которые необходимы для того, чтобы делать свою работу более эффективной. И в том числе это много чего интересного про дизайн, про безопасность, цифровую безопасность. У нас даже сейчас есть уже отдельный плейлист видеоуроков по цифровой безопасности. Поэтому заходите, смотрите. Также много чего полезного можете найти для себя. Окей, начинаем. И да, я постараюсь сегодня говорить кратко. В принципе, у нас будет одна презентация. Я в конце, наверное, все-таки буду показывать свой экран, потому что много чего интересного можно показать. Но я постараюсь говорить более кратко, чтобы не задерживать вас, и более понятно. Итак, переходим к сути, собственно, вопроса. Сегодня мы будем говорить о наших хакатонах. Часто люди спрашивают, что такое за слово «хакатонный», и вообще почему оно так звучит странно, и вообще что это такое, многие не знают. Вот сегодня мы об этом расскажем. И в первой части вебинара я расскажу о том, что такое хакатонный, в частности, и хакатонная теплица. То есть хакатонная теплица социальных технологий – это то, что проводим мы. Да, и вот вопросы… Давайте вот даже проверим, да, вот что такое хакатонный. Кто не знает, что такое хакатонный, возможно, тут есть кто-то из присутствующих. Вы можете поставить плюсик. Может быть, вот есть такие люди, и мне даже интересно. Я даже подожду пока, чтобы потом, ну, как бы, не отвечать на вопрос. Так, 30 человек, и все знают, что такое хакатонный, да? Так, Кристина, Елена, Светлана. Вы поставили плюсики, вы не знаете, что такое хакатонный. Окей. Ну что ж, это приятно, потому что сегодня вы узнаете об этом. Ничего страшного, на самом деле, в этом нет. Двигаемся дальше. Все-таки рассказываем, что такое хакатон. В Википедии написано следующее, что хакатон – это от английского hackathon, то есть hack – это хакер, и marathon – это форум разработчиков, то есть это когда они собираются вместе, и во время которого специалисты из разных областей разработки программного обеспечения, программисты, дизайнеры, менеджеры сообща работают над решением какой-либо проблемы. То есть изначально это были такие мероприятия, которые ограничены во времени, и цель их была собрать именно разработчиков, программистов, и чтобы они делали совместно с другими специалистами, или, допустим, какие-то онлайн-приложения и что-то еще. По сути, наши хакатоны от этого не отличаются, но есть некоторые нюансы. Сразу хочу сказать, что если вам не нравится это слово «хакатон», вам кажется, что оно сложное, непонятное, вы можете заменить его на более приемлемое и более привычное. Например, это «мастерская» или это «воркшоп». Вот слово «мастерская», в принципе, наверное, более понятно, и вот, в принципе, можно назвать это именно «мастерской» вот в русском понимании, чтобы просто, например, вас понимали и вам не пришлось долго объяснять, что это такое. Значит, классическое объяснение следующее, да? То есть это вот когда собираются вместе специалисты и в какой-то короткий промежуток времени работают над проектом. Чем же отличаются наши хакатоны немножко? Они, естественно, отличаются. Почему? Потому что у нас основная задача – это создать прототипы полноценных приложений, веб-сервисов. То есть если на базовом хакатоне, который проходит, в принципе, там, 2-3 дня, это основная аудитория – это программисты, то они успевают сделать, например, работающие приложения какие-то, и это здорово. У нас цель, конечно же, стоит сделать хорошее приложение либо хороший сервис, но мы можем ограничиться именно прототипом. То есть концепцией, прототипом какого-то интернет-сервиса. То есть это может быть либо мобильное приложение, либо сайт, либо инфографика, либо что-то другое. И самое главное отличие от обычных хакатонов – то наша цель – это создать проекты, которые связаны с интернетом и которые решают общественно важные проблемы и социальные какие-то значимые задачи. То есть вот мы стараемся с помощью проектов решать какие-то общественно важные задачи. Вот это важное отличие, и это нужно понимать. И что же является результатом наших хакатонов? Это в первую очередь прототип. Это может быть прототип будущего приложения, или сайта, либо сервиса онлайн, все что угодно. Либо это минимальный жизнеспособный продукт. Вот здесь есть ссылочка MVP, то есть это Minimal Viable Product. Вы можете нажать и почитать там по-русски статья, что это такое, более подробно. То есть это первая версия приложения, либо какого-то сайта, либо сервиса, который решает важную задачу какую-то, да, то есть основную функцию вашего приложения вы можете показать, да, и на нем вы можете протестировать работу идеи. То есть вот это самое минимальное, что отражает вашу идею, да, и это работает. Например, допустим, если у вас сайт, либо приложение связан с картографическим сервисом, вы можете создать именно вот этот сервис, где, например, человек может размещать какие-то точки, да, вы какую-то базу, функционал туда закладываете, и это уже работает, и таким образом вот это является минимальным жизнеспособным продуктом. То есть, резюмируя еще раз, наша задача – это создавать на наших мероприятиях какие-то проекты, которые связаны с решением общественно важных и социальных проблем. И второе – это то, что результатом является либо это минимально жизнеспособный продукт, либо это прототип. По прототипам у нас, в принципе, был отдельный вебинар. В двух словах я скажу, что это такое. То есть, например, если у вас есть идея мобильного приложения, но у вас нет времени создать это мобильное приложение самостоятельно за два дня, либо у вас просто нет навыков, что вы можете сделать? Вы можете сделать прототип. Это то, например, как будет визуально выглядеть ваше приложение. То есть вы можете нарисовать, условно говоря, графически и показать, как, например, вот какие-то разделы вашего приложения связаны между собой. Таким образом, вы показываете человеку, там, как это работает, но на самом деле этого еще не существует. Но это очень здорово и удобно для того, чтобы тестировать, например, на вашей церкви аудитории. Но сегодня немножко вебинарнее об этом, так что двигаемся дальше. И теперь некоторые преимущества, которые существуют, и вообще суть вот каких-то вещей полезных, которые есть на наших мероприятиях. В первую очередь, надо сказать, что наши хакатоны, они часто тематические. То есть, например, мы посвящаем, например, мероприятия созданию каких-то проектов, которые улучшают жизнь в городе, какие-то городские проекты. Это может быть все что угодно. То есть практически ограничений нет, но вот тема, например, задана. Да, это вот городские проекты. Таким образом, для того, чтобы погрузиться в тему, часто выступают специалисты из этой области и рассказывают какие-то данные, которые существуют на данный момент. Так как мы проводим наши хакатоны не только в Москве, но и в других городах России, соответственно, эти специалисты всегда из тех городов или из той области, где мы проводим мероприятия. Это очень важно, чтобы люди понимали, что в данной области существуют какие-то люди, которые занимаются этой тематикой, и это очень полезно, и это здорово, чтобы потом после мероприятия можете, например, найти этого человека и обратиться к нему, если вы, например, делаете какой-то проект. Соответственно, после того, как вы смогли погрузиться в тему, например, если это городские проекты, то, допустим, там в Нижнем Новгороде или в Ульяновске можно посмотреть, что происходит, вам это расскажут специалисты и так далее. И далее преимущество в том, что вы можете совместно работать с другими участниками. То есть на хакатон приходят люди со своими идеями проектов, либо просто как специалисты. Таким образом, кто-то может присоединиться к другой команде и делать вместе. Так вот, ценность как раз в том, чтобы делать совместный проект с менторами, то есть это люди, которые действительно специалисты в чем-то. Например, это дизайнеры, программисты и так далее. И вы можете спрашивать их советы. Это очень полезно. В том числе, например, если у вас есть идеи проектов или вы просто хотите узнать что-то полезное, для этого у нас существуют образовательные мастер-классы. Это полезно тем, что вы можете получить навыки, которые помогут вам в самостоятельной работе над проектом, да и вообще вот в вашей работе. То есть у нас, например, проходят мастер-классы по различным темам, там, краудфандинг, инфографика, как быстро создать прототип своего проекта, как, например, продвигать свой проект в социальных сетях, как придумать концепцию проекта и так далее. То есть если даже у вас нет никакой идеи, вы не знаете, что делать, наши хакатоны для этого очень удобны и полезны тем, что вы можете прийти и в течение самого мероприятия у вас может сложиться какая-то идея, и вы можете потом найти даже людей, которые поддержат ваш проект, вы можете делать его вместе. И самое последнее и самое полезное – это то, что лучший проект хакатона получает грант на доработку. То есть в конце мероприятия все проекты показывают их жюри, независимые жюри. Это специалисты, опять же, которые связаны с областью, и они могут судить о том, как вы достаточно хорошо делаете или есть какие-то недочеты. И жюри выбирает лучший проект, и этот лучший проект получает грант на доработку. И это очень здорово, что такая возможность есть, потому что вы можете довести свой проект до действительно работающего проекта и потом дальше его развивать и получать финансирование и так далее. Вопрос из чата. Мария спрашивает, могут ли в хакатонах участвовать не айтишники, а, например, врачи. Например, ваш ближайший хакатон в Москве. Да, хочу сказать, что, во-первых, не нужно думать, что есть какие-то ограничения по участию и по составу. То есть кто бы вы ни были, вы можете участвовать в наших мероприятиях, потому что это всегда будет полезно и интересно. Это бесплатно. И главное, что вам нужно, это просто зарегистрироваться, посмотреть, о чем мероприятие. Если вам это, ну, там, в вашем контексте вы можете приходить, даже если у вас нет проектов и даже у вас, если нет каких-то навыков. Следующий вопрос из чата. В процентном соотношении, исходя из опыта, сколько проектов воплотилось в жизнь? Например, во благо города. По статистике сейчас я не скажу именно с точки зрения города, но вот вообще мы проводили за последние два года больше десяти хакатонов, и вот каждый, каждый из хакатонов, который выигрывал, да, он доводил свой проект до реализации. Вопрос только в другом. Что с этим проектом становилось дальше? Но могу сказать, что, наверное, больше 70% проектов, они существуют до сих пор. То есть часто так бывает, мы должны это понимать, это нормально, что мотивация у людей часто падает после того, как они заканчивают какой-то этап в своем проекте, да, потому что он требует каких-то сил, времени и так далее, и это нормально, что по каким-то причинам там человек переставит им заниматься, но тем не менее процент высокий. Юрий спрашивает, в какой момент подаются идеи? До хакатона, во время его, если до, то где посмотреть список? Сегодня я расскажу конкретный пример, как это делается, на примере нашего хакатона Rara Camp, который будет вот в конце февраля в Москве. И там я расскажу, как, собственно, это делается. Естественно, что если вы автор идеи проекта, вы должны подать ее на сайт хакатона заранее, чтобы было понятно, чтобы другие участники видели, что это такое. Но в том числе, как я уже сказал, идеи могут рождаться в процессе, и это тоже нормально. Так что я чуть позже об этом более подробно расскажу. Так, двигаемся дальше. И также, почему стоит принять участие в хакатоне? Вот если говорить еще дальше о тех преимуществах, которые, возможно, будут для вас привлекательны, это следующее. Во-первых, неважно, кто вы, опять же, специалист, дизайнер, программист и так далее, есть некоторые моменты, которые будут для вас очень полезны. Во-первых, хакатон – это отличная возможность сделать за два дня проект, на который давно не было времени. Часто так бывает, что мы имеем какие-то идеи, да, мы хотим их реализовать, но у нас нет возможности. Просто потому, что у нас много работы, мы заняты, у нас нет ресурсов для этого. Но вот такие мероприятия, они как раз помогают нам выделить определенный ресурс, потому что это такое внешнее мероприятие, когда мы выходим из зоны комфорта, да, и с точки зрения там возможностей, они как бы резко возрастают, просто нужно потратить свои силы, безусловно. Поэтому часто бывало, что вот такое мероприятие – это хороший способ сделать то, что давно хотелось сделать, потому что увеличены ресурсы, есть менторы, есть специалисты, и они вам помогут. Следующее – это классная возможность протестировать идею своего проекта и получить обратную связь от других участников и жюри. Почему это хорошо? Часто мы имеем какую-то идею проекта или наш собственный проект на какой-то стадии, мы в него настолько сильно влюбляемся, что мы уже не замечаем каких-то недочетов и нюансов, и мы не видим каких-то возможностей других. Поэтому, когда мы рассказываем о своем проекте людям со стороны, то это отличная возможность получить какую-то обратную связь, ну, там, конструктивную, безусловно, да, то есть вы можете прийти и узнать что-то новое о своем проекте, в том числе, даже если он, там, для вас просто идеальный. Единственное замечание, что если у вас бизнес-проект, который же приносит прибыль, работающий, и если вы приходите с ним, это не совсем правильно, потому что все-таки такие мероприятия нацелены на первую стадию, на стадию идеи, на стадию реализации. То есть когда уже реализован проект, в принципе, это не совсем целесообразно. Следующий пункт. Когда вы, например, если вы дизайнер либо программист, либо вы просто человек, у которого есть новые навыки, ну, например, вот я люблю, связанное что-то с дизайном, да, допустим, я могу сделать инфографику. Вот я, например, почитал какой-то материал, узнал, что есть такой определенный сервис, и он, например, помогает сделать инфографику. Вот я знаю, что он существует, но у меня почему-то в процессе работы, допустим, нет возможности применить это на практике. И вот тут классная возможность на этом мероприятии. Я могу прийти и это сделать. То есть я могу это сделать, там, например, даже не для своего проекта, Но в том числе это будет полезно другим людям, и это уже здорово, что я могу реализоваться и посмотреть, как это работает на практике. То есть вот реализация на практике – это тоже классная возможность вот в рамках участия в хакатоне. Нетворкинг, безусловно, нужно сказать об этом, это очень важная составляющая, потому что приходит очень много мотивированных, заинтересованных людей, и это здорово узнать, кто в вашем городе, например, занимается какими-то такими же похожими проблемами, какие есть специалисты, и вот можно познакомиться, потому что потом это, возможно, будет интересно вместе делать какие-то проекты, либо просто узнать о какой-то помощи в будущем и так далее. И пятое – это действительно здорово, что мы можем отвлечься от нашей повседневной жизни, от нашей работы и от наших обычных дел, и просто провести два дня вот в кругу людей, которые занимаются важными делами. Это совершенно, может быть, отличаться от вашей стандартной жизни, но это, поверьте мне, немножко переворачивает ваше восприятие, и вот такие мероприятия, они будут для вас полезны. Так, еще раз я в чате посмотрю вопросы, задают вопрос. Для нас большая трудность – это открытые данные. Как вы справляетесь с отсутствием данных? Открытие данных, прошу прощения. Вопрос про открытые данные. Вы знаете, процесс, он идет, и просто кратко отвечу, да, и естественно, да, в России еще не так все хорошо, как, например, в других странах мира, но постепенно, постепенно количество открытых данных возрастает. Это здорово, и, ну, то есть это более такой частный вопрос, но я думаю, что, ну, просто они действительно появляются, и уже достаточно их много. Вот, и хочу сказать сразу, что 5 марта во всем мире, и в Москве в том числе, будет День открытых данных. В принципе, вы можете прийти и послушать, и узнать более подробно об этом. Окей, двигаемся дальше. И теперь более подробно давайте разберем о том, кто вообще участвует в хакатонах, и кого мы хотим видеть, да. В первую очередь существуют такие группы участников, безусловно, бывает кто-то еще, но в основном это вот на наших хакатонах присутствует следующее. Это представители НКО или некоммерческих проектов, то есть это либо некоммерческая организация, либо некоммерческие проекты какие-то. Это активисты, то есть это могут быть какие-то единичные там проекты, либо люди, кто занимается какими-то общественно важными делами, но он делает это не в рамках какой-то организации, а самостоятельно. Либо, например, со своими друзьями и знакомыми. Дальше это программисты. Словом программисты я здесь назвал всех тех, кто занимается разработкой каких-то сайтов, приложений, то есть это бэкэнд, фронтэнд и так далее. То есть, ну я понимаю, что программисты типы могут быть разные, но вот мы сейчас здесь все объединили в одной. То есть это те, кто владеет, условно говоря, узкими навыками, такими продвинутыми навыками в IT-секторе. Дальше это дизайнеры, это люди, которые могут, вот если просто объяснять, все-таки дизайнеры, это люди, которые могут помочь в визуальной части вашего проекта. Это айдентика, то есть это логотипы, это визуальный стиль вашего проекта, оформление и так далее. Это очень важно в настоящее время, потому что, так как мы все в интернете, у нас есть ограничение восприятия во времени, мы часто цепляем глаз именно на то, что нам нравится, красивое, привлекательное и так далее. А для общественно важных проектов это очень, опять же, важно. Почему? Потому что проект, он должен быть не только полезным, но и привлекательным для пользователей, и тогда им будут пользоваться. Если он будет полезным, но не привлекательным, никто им пользоваться не будет. И последняя и самая, наверное, важная часть участников – это, естественно, авторы идей проектов. Авторы идей могут быть кто угодно. Вы можете быть вообще неважно кем, у вас может быть просто идея для реализации какой-то проблемы. Например, если связано с городом, например, вы придумали что-то, что будет помогать вам, например, бороться с мусором. Или вывозить мусор, или вывозить батарейки и так далее. То есть все что угодно. Вы можете просто не иметь никаких навыков, иметь идею, как-то ее формализировать, например, загрузить на сайт Хакатона, и потом найти команду в процессе мероприятия, реализовать ее, выиграть этот Хакатон и создать реальный проект. И это очень здорово. И теперь мы поговорим про мотивацию, почему каждой из этих групп вообще важно и полезно участвовать в наших мероприятиях. Например, если вы автор идей проекта. Начнем с конца. Итак, основная мотивация, естественно, для вас будет – это найти людей в себе в команду, применить те знания и навыки, которые есть у команды, и реализовать ваш проект. То есть сделать его хотя бы там прототип или минимальный жизнеспособный продукт. Вот именно для таких людей, как вы, собственно, основная наша цель – мы и проводим мероприятия. То есть если нет авторов проекта, если нет проекта, по сути, немножко невозможно привести, да, как бы Хакатон. Поэтому это основная часть. И часто, как я уже сказал, это представители некоммерческих и других организаций, потому что если мы говорим о проектах, которые решают общественно важные задачи, то, соответственно, естественно, это люди, которые работают с этим, которые понимают это. Но не всегда, да? То есть это мог же быть обычный человек. Так, был вопрос еще, в каких странах развиты есть Хакатон. Такие мероприятия развиты во всем мире. Естественно, что это пошло, скорее всего, из Соединенных Штатов, но это сейчас во всем мире. Это просто формат проведения мероприятий. Дальше двигаемся. Если вы программист, вот если вы владеете какими-то IT-навыками, зачем вам это нужно? Самое главное здесь, наверное, рассказать о том, что вы можете на Хакатоне сделать вот прямо здесь и сейчас классный проект. Вот действительно вот отличные вещи, которые, возможно, вы не сделаете там нигде, потому что, опять же, у вас нет времени на это. И вы можете применить на практике свои знания и новые знания, и посмотреть, как это работает. Это тоже здорово. То есть часто бывает так, что у программистов, например, подолгу работы они не могут использовать какие-то новые там способы реализации, какие-то там фреймворки, программы и так далее, вот. Но здесь отличная возможность это сделать. И немаловажным фактором является возможность добавить этот проект в свое портфолио, да. То есть если вы, например, делаете какой-то проект, и вы являетесь там участником, естественно, что вас упомянут, и вы будете как бы соучастником, то есть ваша фамилия, например, будет. Вы можете добавить его в портфолио. Это очень важно для людей показывать, что вы делаете не только классные проекты, но еще и полезные, которые помогают людям, действительно помогают. Вопрос из чата. Так, есть проект, направленный на поддержку людей с ограниченными возможностями, который хочется реализовать. Вопрос-то в чем? Да, безусловно, вы, конечно, можете представить на нашем хакатоне, если тематика хакатона будет совпадать с тематикой вашего проекта. И, безусловно, если вы будете участвовать, конечно, вы можете получить помощь, поддержку участников и нас. Безусловно. Юрий спрашивает по поводу видеозаписи, она будет, да. Окей, двигаемся дальше, переходим к дизайнеру. Как я уже сказал, дизайнеры – это очень важные люди для интернет-проектов, потому что сейчас очень важна визуальная составляющая, и поэтому эти люди просто на вес золота. Это действительно так. Если вы найдете себе в команду дизайнера, хорошего дизайнера, который поможет вам, это будет просто отлично. А для дизайнеров, так же, как и для программистов, классная возможность добавить какой-то хороший проект в свое портфолио. Поверьте мне, это сейчас очень сильно работает. Мы опубликуем запись вебинара в том числе в группе в Facebook и отправим всем тем, кто зарегистрировался. Двигаемся дальше. И в свое время мы написали такой гид будущего победителя. Это на самом деле несколько шагов, которые нужно сделать, чтобы выиграть хакатон. Это небольшой материал для наших будущих участников, и в принципе мы показываем, что на самом деле выиграть хакатон не так сложно. То есть просто нужно делать определенные шаги, которые помогут вам. Я расскажу о них более там чуть-чуть подробнее, но есть как бы статья, которую вы можете почитать. Я просто перелистну сразу дальше. Вот если вы перейдете по этой статье, вы почитаете более подробно. Но на самом деле вот чтобы выиграть хакатон, не надо быть как бы, ну то есть супер-мега каким-то нереальным суперменом, потому что это все реально и все возможно. То есть просто нужно сделать следующее. Как ни странно, необходимо зарегистрироваться. И второй пункт – это подготовить вступительную презентацию о проекте. То есть для того, чтобы люди узнали, что вы делаете, какой проект вы хотите сделать, какая у вас идея, вы должны рассказать этим людям и всем участникам о том, что вы хотите сделать. Обычно вступительную презентацию о проектах мы делаем в первый день. После вступительных лекций, специалистов, после мастер-классов. И ближе к вечеру уже заявленные проекты рассказывают о своих идеях. Конечно, как уже спрашивалось ранее, необходимо обязательно подать как бы идею проекта. И это нужно делать заранее. Но если у вас заранее не получается, вы можете прийти, например, на хакатон и сделать это там, например, за первую половину дня. Презентацию саму я имею в виду. То, конечно, вы тоже можете выступить. Это не проблема. И после того, как, собственно, вы подали заявку на сайте, вы пришли, вот вы рассказали о своем проекте, вы можете привлечь необходимых людей в вашу команду. Это пункт 4. То есть, когда вы рассказали о своем проекте, вы же понимаете, кто вам нужен, да, в принципе, более-менее. Или вы хотите, например, сделать онлайн-сервис, вам понятно, что вам нужен, например, дизайнер, вам нужен программист и еще кто-то. И вот вы, собственно, рассказав интересно о вашем проекте, вы видите, что есть люди, которые заинтересованы. Вопрос из чата. В каком формате презентация? У нас есть определенный шаблон презентации, который помогает участникам сформулировать мысли о том, как это и что это. Чтобы понять, какие презентации, вот в материале по ссылке, вы можете посмотреть, там более подробно рассказано, и там есть ссылки прямо на презентацию в PowerPoint. То есть шаблон презентации помогает вам сформулировать более подробно ваш проект, описать его, и это будет как бы легко и несложно. Дальше требований к публикации на сайте никаких, собственно, нет. Вы увидите это дальше, просто есть форма заявки и все. То есть никаких каких-то там описаний сложных нет. Дальше пятый пункт. Когда уже рассказали, вы собрали команду, конечно же, что нужно, это нужно хорошо поработать полтора дня, потому что в конце второго дня вам нужно подготовить финальную презентацию, сделать какой-то прототип, если у вас получилось, сайт и так далее. И обязательно нужно на защите проектов рассказать о своем проекте жюри. То есть представьте себе, что жюри – это люди, которые видят вас только на протяжении вашего времени рассказа о вашем проекте, то есть на защите. Каждая команда имеет примерно 7 минут, чтобы рассказать о своем проекте. Вот за это время нужно рассказать так, чтобы человек вот просто первый раз, который вас слушает, он понял, в чем идея, как реализация, что вы хотите сделать, какие вам нужны ресурсы и так далее. То есть вот это очень важно – сконцентрироваться и как бы сделать более подробно. Также нужно сказать, что у нас есть шаблон финальной презентации. Конечно, он не жестко требуется, он как бы рекомендован, но вы можете использовать любой другой формат. Просто, опять же, в шаблоне представлена вся та информация, которую лучше стоит рассказать. И вы уже сами соизмеряете, как лучше показывать. Это только презентацию, только шаблон, только прототип, только сайт или что-то еще. То есть это все на вашем усмотрении. Ну и, соответственно, последний пункт – это если вы рассказали о своем проекте так, что жюри ему понравился больше всего, то, соответственно, вы выиграли, и поздравление, вы получаете грант, и вы можете доработать свой проект. Марисе прошло про ссылку. Вот смотрите, ссылка вот здесь – «Как выиграть Хакатон». Вы потом нажимаете и переходите на статью на нашем сайте, где более подробно все рассказано. Там, правда, ссылки могут быть на старый, ну, то есть на предыдущих Хакатон, но никто не… Вы можете просто использовать новые ссылки. Я имею в виду, что ссылки на презентацию, они работают, просто там в контексте другого Хакатона это рассказывается. Окей, двигаемся дальше. Дальше, и самое важное, наверное, интересно, критерии оценки проекта, да? То есть вот смотрите, вы два дня долго и упорно работали над вашим проектом, и вопрос, как он будет оцениваться. То есть, соответственно, вы это должны знать заранее, потому что если вы узнаете об этом в конце, это будет очень несправедливо и плохо. А критериев, на самом деле, несколько, их всего четыре. Первое – это полезность. Ваш проект должен быть соответствовать поставленной задаче, и он должен решать ее. То есть вы должны ставить реальные проблемы и предлагать реальные решения. Это самое важное. То есть это вот просто, вот, мне кажется, реально, это очень-очень-очень важно. Если мы говорим о том, что мы решаем социально значимые какие-то проблемы, то есть должна быть реальная проблема, существующая, не выдуманная из вашей головы, не придуманная вами, а реальная проблема, которая существует. То есть для этого, ну, как бы мне кажется, что в первую очередь перед тем, как подавать заявку на сайт, вот у вас есть какая-то идея, обязательно посмотрите, что уже существует на данный момент. Просто возьмите, откройте Яндекс или Гугл и просто введите что-то подобное и посмотрите, какие проекты есть в России и, по возможности, в мире. Просто тогда вы не будете разочарованы в том, что когда вы придете на Хакатон, а вам менторы будут говорить о том, что вы знаете, а вот такой проект уже существует. Окей, с этим понятно. Следующее. Второй пункт – это реализуемость. То есть предпочтение будет отдаваться минималистичным реализуемым проектам, которые будут иметь, там, лаконичное какое-то решение и которое можно реализовать с небольшим объемом ресурсов. То есть, условно говоря, если вы хотите сделать какую-то новую социальную сеть, как ВКонтакте или Фейсбук, это не работает. Вы должны сделать и сосредоточиться на самом каком-то минимальном решении. То есть вот вы берете проблему, придумываете какое-то конкретное решение, которое загрывает эту проблему. одно, одно, не десять, не пятнадцать, а одно. Таким образом, вы можете начать с этого, и у вас будет реальный проект, который закрывает только одну проблему, да. И тогда это будет очень действенно. Как мы понимаем, сейчас куча просто сервисов, приложений, сайтов, которые решают какую-то одну поставленную задачу. Вот только одну. И это вот очень важно, мне кажется. То есть вы должны понимать, что вот ваш проект, ваша идея, да, она должна быть реализована с минимальным количеством ресурсов. Потому что это социально значимый проект, да, это не коммерческий проект в первую очередь. В первую очередь. То есть никто не говорит вам, что это не может зарабатывать, с помощью него вы не можете зарабатывать деньги. Совершенно нет. Есть такое понятие, как социальное предпринимательство, когда это бизнес. Вы зарабатываете деньги, и вы решаете какие-то важные проблемы. Но вот на первой стадии я прошу вас сосредоточиться на реализуемости. Следующее – это наличие цифрового технологического компонента. Так как хакатоны предполагают собой решение, связанное с интернетом, то есть если ваш проект оффлайн, связанный с обычной жизнью, да, то вы должны хотя бы понять тогда, каким образом вы можете связать ваш оффлайн проект с представительством онлайн. Например, да, если вы решаете, там, не знаю, помогаете детям, вы можете сделать какой-то лонг рид или классный сайт, или промо-сайт, или информационный сайт, или инфографику, все что угодно, да, и это может быть очень интересно и здорово, и вы таким образом будете привлекать новую целевую аудиторию для того, чтобы она, там, помогала вам в решении вашей проблемы. Поэтому вот наличие цифрового компонента – это очень важно. Это, опять же, сайты, социальные сети, краудсорсинг, краудфандинг, все что угодно. По сути, это все, о чем мы пишем. Вы можете зайти на наш сайт, посмотреть, покопаться, там действительно очень много всего. Да, хочу сказать, что перед тем, как вы подаете заявку, опять же, кроме того, как вы поискали, например, идеи в интернете, что существует или не существует, такие подобные, в следующем шаге вы можете сделать следующее. Вы можете зайти на наш сайт и посмотреть раздел приложений. Я его сейчас напишу в чате. Сейчас. Так, test.ru slash apps. Там есть база приложений, которые существовали когда-то или существуют. Естественно, что не все приложения, которые там есть, они действуют до сих пор. Кто-то уже отвалился по каким-то причинам, но вы в том числе можете просто по типам посмотреть, что существовало. Скорее всего, вы найдете что-то похожее из того, что вы хотите сделать. И вот я рекомендую вам обязательно по этой ссылке пройти и посмотреть. Мария спрашивает, Longread и промо-сайт это является проектом для хакатона? Что еще является проектом, а что нет? Все зависит от тематики хакатона. Вот я дальше буду рассказывать о хакатоне, который будет в конце февраля, и там он как раз предназначен для создания информационных материалов для редких заболеваний. Поэтому в этом случае Longread и промо-сайт являются проектом. Опять же, нет каких-то вот жестких критериев, что является, а что нет. Нужно просто понимать, что вы должны использовать интернет-технологии, интернет-сервисы и возможности интернета и использовать это в своем проекте. Вот жестких каких-то требований нет. Вот я думаю, что я ответил на ваш вопрос. Да. Двигаемся дальше. Критерии последней. Критерии – это прогресс. То есть вот смотрите, если вы пришли на хакатон в первый день, рассказали идею своего проекта, или, например, он у вас уже работает, то в конце второго дня, если вы рассказываете то же самое, это не будет, это не окей, и это не будет зачтено никак совершенно. То есть вы должны показать, что вы успели сделать с момента первой презентации в первый день. То есть за полтора дня вы должны сделать какой-то достаточно хороший прогресс в вашем проекте. То есть было так, стало так. И естественно, что в конце вот на защите проектов вы должны это жюри показать, что мы сделали вот так по сравнению с тем, что было, потому что это действительно тоже очень ценится. Таким образом, если вы будете действовать соизмеримо с этими критериями, скорее всего, у вас вероятность выигрыша как бы возрастает. Потому что жюри оценивает вот именно по этим критериям, да, вы их знаете, соответственно, ничего там какого-то сверхъестественного нет, вы просто должны соответствовать этим критериям. Окей, двигаемся дальше. Результаты хакатонов. Я сейчас пару покажу проектов, потом, скорее всего, включу свой экран, чтобы просто более подробно рассказать, потому что на самом деле их много, как я уже сказал, да. Но просто некоторые я хочу открыть и показать сайты, именно конкретно сайты. Допустим, если взять последние там 10-11 хакатонов, то, соответственно, у нас 10 или 11 проектов, которые были реализованы. Их достаточно много, да. Вот сейчас посмотрим. Например, в Хакатоне, в Перми был такой проект «Природа Перми». Вот он собой представляет следующее. Есть карта, на которой нанесены разные данные о природе. Это животные, птицы, звери, насекомые, растения, кормушки и так далее. То есть вы можете таким образом посмотреть, где что находится рядом с вами. То есть это именно был такой экологический проект, поэтому вы можете зайти и посмотреть. Ссылка есть природа.перми.ру На Хакатоне, например, еще в Перми был такой проект «Моперм», который использовал открытые данные для визуализации. И это очень важно было, потому что они начинали с простого. Они взяли, визуализировали бюджет, образование, медицина, инфраструктуру, ЖКХ. И, естественно, это было сделано на основе открытых данных Перми и Пермского края. Это тоже очень важный проект, который сейчас переродился в более такой сильный проект. Я просто, когда открою, я покажу. Дальше, например, СМУС – это первый сервис построения маршрутов по городу с обходом препятствий. Этот сервис предназначен для людей с ограниченными возможностями, которые передвигаются на колясках. Соответственно, они по аналогии с Google Maps или Яндекс.Мэпс, да, вы можете построить маршрут от точки А до точки Б, но не самый кратчайший, например, а исходя из того, какие есть препятствия. Ну, например. В частности, этот проект был сделан для Санкт-Петербурга, на Хакатоне в Санкт-Петербурге. Соответственно, как вы понимаете, там достаточно много всяких мостов и так далее. И это действительно часто бывает сложно для людей на колясках, поэтому очень актуальный проект. И вы можете посмотреть, как это работает, как это выстраивается. Например, проект в Иркутске у нас был вообще экологический хакатон, который был посвящен проектам, связанным с решениями в области экологии. И вот ребята сделали очень интересную такую вещь. Они, в общем, есть такой браузер дополненной реальности. Это просто браузер для, ну, назовем его браузер все-таки для мобильных устройств, для телефонов, да, и вы можете нанести туда определенные слои. То есть, условно говоря, это как действует. У вас есть, например, точки на карте, вы можете нанести, вот они, например, нанесли там мусорки и там приемы вторсырья, пункты. И это действие очень интересно. Вы можете просто включить это приложение, да, и просто вот через камеру смотреть, например, вокруг, и у вас будут эти точки показаны, как дополненная реальность. То есть, нанесены точки как бы на камеру, да, и вы видите, где это что находится. Вот. И, по сути, это тоже интересное решение. То есть, они взяли открытую достаточно там технологию, да, то есть, это вот есть вот этот браузер, который позволяет вам там делать вот такие вещи, да, и они просто сделали определенный слой, и таким образом вы сделали полезный проект, да, потому что люди с помощью этого могут понимать, где находятся, например, точки вторсырья. Они могут просто включить, как бы, да, посмотреть вокруг и увидеть, что там, где, куда идти. Ну, это так, интерактивно и интересно. Да, я сейчас покажу это, а потом перейду уже на сайт. Вот этот слайд, он очень важный, потому что, чтобы вообще понять, как это было, что это было, вы можете посмотреть материалы предыдущих 11 хакатонов наших за, там, последние полтора года и посмотреть, как это было. То есть, все ссылки, которые здесь есть, они ведут на пост-релиза, то есть, на материалы хакатонов, где есть видео, презентации проектов, описание, кто, что был, что делал и так далее. Это очень полезно и важно. Вы можете посмотреть, вот смотрите, то есть, если перечесть города, это Ульяновск, Новосибирск, Иркутск, Нижний Новгород, Пермь, Москва, Пенза, Великий Новгород, Санкт-Петербург. То есть, достаточно много городов, поэтому, ну, это интересно действительно посмотреть, как люди реализовывали какие-то проекты. Так, давайте теперь я включу демонстрацию экрана. Так. Ага, вы видите, и просто у нас есть материал, на ноте мы писали к концу года итоги, и тут показали несколько проектов, ну, то есть, вообще результаты хакатонов. Вот, про природу Перми я рассказал, проект Мап Перми, я тоже рассказал, это те ребята, которые делали интерактивную карту города и наносили туда открытые данные. И вот потом, через какое-то время они взяли и создали такой вообще огромный портал, который называется Ру Квартал, и у них огромная классная концепция. Они что хотят сделать? Они хотят сделать, условно говоря, социальную сеть для домов, для каждого дома в городе и вообще в России. То есть, сейчас я попытаюсь пример какой-нибудь показать. То есть, давайте, ладно, Москву. Это очень здорово, потому что, если вы, например, живете в каком-то городе, ну, давайте, вот мой дом. Что-то быстренько я, наверное, не найду. Ну, допустим, нашел окей. Допустим, не важно, где вы находитесь, как вы видите, это даже какие-то маленькие населенные города и села, вы можете добавить сюда свой дом, и что интересно, вы, во-первых, получаете всю информацию о вашем доме, вообще всю, то есть, кто управляющая компания, какие правонарушения, если есть, вы можете сообщить, телефонный справочник, который связан с обслуживанием вашего дома, капитальный ремонт, форум дома, вызов мастера на там, показания счетчиков, оплата ЖКХ. И это очень классный проект, который действительно агрегирует в себя очень многое и позволяет делать вот такие вещи. Я не знаю, на какой сейчас он стадии находится, но это здорово, что изначально как бы этот проект брал как бы истоки на нашем хакатоне, это очень здорово, это прям чувствуется как бы, ну, какое-то восхищение ребятами, что они это сделали, это правда здорово. А первый их проект реализация, вот, собственно, визуализация открытых данных, это же реально несложно. Вы просто берете открытые данные, берете сервисы, с помощью которых вы можете это визуализировать на карте, и все, и вы делаете полезные вещи. То есть технология не такая сложная, как вам кажется, вот, поэтому это очень здорово. Так, я переключу сейчас обратно. Окей. Так, покажем еще другие проекты. Значит, как вы видели в анонсе, кстати, есть видео про то, как был хакатон в Перми, в принципе, он передает какую-то атмосферу. Поговорим о немножем Новгороде, например, в Нижнем Новгороде выиграл проект Community Radio. Чем он интересен? Это помимо всего прочего, помимо музыки, да, так, помимо музыки есть много чего интересного. Они проводят разные беседы с городскими активистами и так далее. То есть у них, условно говоря, очень, можно понять вообще, кто в городе, что делает и так далее. И так же они создали базу городских, ну, то есть, как бы это назвать по-русски, базы ну, базы городских активистов, скорее всего, вот что-то такое. Так, здесь, наверное, пока нельзя посмотреть. В общем, тоже интересный концепт, который, в принципе, не подходит к стандартному восприятию, но тем не менее, видите, как через радио, через общение с людьми мы можем также решать социальные проблемы через обсуждение и так далее. Тоже здорово. Так, переходим дальше. И вот экотерритория как я уже сказал, это вот так вот выглядело, то есть, ребята просто показали прямо на планшете, как это работает. Ну, это только что, что я показывал, да, то есть, вот реально вы берете планшет, крутите его вокруг себя, да, и у вас дополненная реальность, у вас прям показываются точки, и можно посмотреть расстояние, куда идти и так далее. Например, опять, Солнечный город выиграла тоже грант в этот детский благотворительный фонд. Летом у нас большой такой московский хакатон, и, что интересно, там проект состоял, по-моему, из одного или двух человек, и там был программист Лев Тонких, и он сделал очень классную вещь буквально за два часа. Он сделал карту граффити, то есть, это проект, который позволяет вам нанести точку на карте именно граффити. Таким образом, вы можете исследовать городскую как бы культуру, посмотреть, где это, как это работает. Давайте попробуем открыть. Сейчас он связан с проектом партизанин, но это все зарождалось буквально очень, там, буквально в один день на хакатоне. Можно это не работать, но, то есть, вот по картинке видно, как это выглядит, да, то есть, вы можете посмотреть описание кем добавленной и так далее и поискать те граффити, которые есть. В Ульяновске тоже был интересный офлайн проект, скажем так, не офлайн, а такой железный проект, как мы это называем. Ребята сделали следующее, они с помощью таких вот железок, назовем это так, да, они хотят встраивать датчики, как мы знаем, в Ульяновске два моста, и вот цель была следующая, чтобы встраивать датчики, которые показывают загруженность дорог. И, например, когда вы едете, да, вы не знаете, какой мост выбрать, таким образом вам показывает загруженность, потому что не всегда правильно отображаются там пробки, соответственно, вот это вот датчики, они будут хорошо воздействовать на движение городского транспорта в том числе, потому что можно будет варьировать распределение потока. Это такой железный проект. Что еще было интересно, из железных проектов таких в Иркутске у нас был экологический хокотон, как я сказал, и там ребята сделали проект тоже оффлайн, ну, это связано непосредственно с онлайном, почему? Потому что это сделано через интернет, они сделали сервис и обустроили, условно говоря, теплицу, в прямом смысле слова, что можно выращивать с помощью приложения, выращивать и ухаживать за растениями, то есть вы можете поливать растения, включать, там, например, вентилятор, значит, освещение включать и так далее, прям буквально непосредственно с помощью кнопок на вашем смартфоне, это очень круто, то есть это всякие вот Ардуино и так далее. Также нужно сказать, что вот у нас был на хокотоне разработки приложений для людей с ограниченными возможностями, сделали мессенджер Сезам, это такой интернет-мессенджер для людей с нарушениями речи-письма, где можно общаться только с помощью, условно говоря, смайликов, как мы знаем, все, да, мы используем смайлики, но здесь они более-таки концентрированные, то есть когда человеку сложно говорить по каким-то причинам, да, можно нажать и эти смайлики выражают что-то конкретное, потому что у них есть еще подписи. Этот мессенджер, он действительно выпущен, у него есть приложение для андроида. Так, про смуз я говорил, это так выглядит, когда вы строите как бы пешеходный, там, ваш ну, линию, как вам на противоточке А до точки Б, исходя из того, какие есть препятствия. Вот. На самом деле можно посмотреть еще другие проекты, они вот как раз вот находятся, так, давайте я включу, остановлю. Вот здесь вы можете посмотреть более подробно другие варианты, действительно много проектов сейчас появляются, вот, и они достаточно интересные. Так, все, двигаемся дальше. И сейчас я более подробно расскажу о RAR-кемпе, буквально минут 10, я думаю, это меня займет. Итак, 27-28 февраля в Москве мы проводим хакатон информационных материалов о редких заболеваниях. Он пройдет в Impact Hub Moscow. Если вы из Москвы и не знаете, что такое Impact Hub Moscow, это такое место очень классное на Китай-городе, просто советую даже из-за этого места прийти туда, потому что оно очень действительно интересно. И вот, этот хакатон посвящен разработке именно информационных материалов, поэтому лонгриды, промо-сайты будут являться проектом здесь. Мы организуем это совместно с Союзом пациентов и пациентских организаций по редким заболеваниям. Соответственно, будут специалисты оттуда, будут проекты непосредственно от организаций, которые занимаются редкими заболеваниями, поэтому все, что необходимо, мы хотим видеть программистов и дизайнеров, которые, собственно, помогут делать классные проекты. И почему мы вообще это делаем и зачем это нужно? То есть, сейчас в двух словах еще, да, скажу, что, итак, это именно хакатон-мастерская по созданию инфографики, лонгридов, промо-сайтов, игр и так далее. То есть, мы хотим визуализировать сложную информацию о редких заболеваниях. И лучший проект получит грант 70 тысяч рублей. И почему это нужно и почему это важно? То есть, часто очень сложно разобраться в информации о каком-то редком заболевании, потому что это, как вы знаете, такие большие статьи, совершенно непонятно, например, для пациентов, либо для людей, у которых родственники болеют, либо просто для людей, которые хотят понимать вообще, что существуют такие редкие заболевания. вот мы для этого и хотим сделать и визуализировать, и сделать наглядные материалы, чтобы им можно было поделиться в социальных сетях, чтобы люди понимали, что существуют такие заболевания и что нужно делать в случае, если кто-то вдруг заболел. Это очень важно, потому что часто мы не знаем, куда бежать, как идти, что делать и вообще. Поэтому мы хотим это сделать за два дня. И, то есть, проекты у нас на сайте есть, организации, которые занимаются редкими заболеваниями, они предоставляют как бы всю информацию о каком-то заболевании, которым они занимаются. И нам нужны разработчики, то есть, программисты и так далее, кто может помочь с этим, и в том числе дизайнеры, которые помогут сделать инфографику, лонг-рид и промо-сайт. Это не обязательно могут быть дизайнеры, это могут быть люди, которые просто владеют навыками создания лонг-ридов, визуализации и так далее. Поэтому вы также можете прийти и поучаствовать, это очень важно. Вот так выглядит часть как бы идей или проектов. Я сейчас просто покажу так, давайте, я, наверное, покажу все-таки. Сначала слайд, а потом покажу на сайте. Да, вот там есть раздел проектов, и можно посмотреть как идеи проектов, так и те проекты, которые уже подали. И, соответственно, может быть, они не очень хорошо как бы сформулированы, но это не страшно, потому что главное, что есть идеи, можно в процессе как бы поработать над ними, это очень здорово. Вот, например, есть профилей в случае Насти. Это отличный пример того, как это может быть. да, это непосредственно инфографика. Ладно, давайте я перейду, наверное, продемонстрирую экран. Так, сначала я тогда отвечу на вопрос из чата, где можно увидеть мастер-классы во время хакатонов? Хороший вопрос. Окей, давайте я сначала тогда слайды покажу, чтобы просто не прерываться. То есть на этих слайдах я показываю те примеры, которые у вас можно сделать, да, это визуальные примеры о каких-то важных заболеваниях, и как это может быть реализовано. Это пример уже существующий, они работают, то есть они интерактивные, хорошие, современные и полезные. Можно сделать что-то подобное. И вот тут спросили про мастер-класс. Вот если говорить касательно Rare Camp, и в принципе это классический тип программы, который существует на наших хакатонах, это выглядит следующим образом. У нас два дня. В первый день выглядит следующим образом. Первый план дня – это теоретическая часть, когда, во-первых, сначала у нас есть какие-то определенные лекции, если это говорить о конкретном мероприятии, то, видите, это редкие, но сильные вместе проблемы пациентов с редкими заболеваниями. То есть это такая вводная лекция на полчаса, которая погружает вас в контекст. Дальше будут лекции тех проектов, которые уже реализованы. Это вот я сейчас показывал, да, там, сайты, которые уже существуют. Вот, собственно, те люди, которые занимались разработкой этих сайтов или там сервисов, они расскажут, как они это делали и как это вообще было. Вот, соответственно, в первой теоретической части люди погружаются в контекст и где-то там до полчетвертого. Дальше возникает вторая практическая часть, когда люди начинают с половины четвертого презентовать свои проекты. И после этого, видите, есть час, где есть параллельно мастер-классы. На этом хакатоне будет два мастер-класса. На других хакатонах у нас бывает несколько мастер-классов параллельных, их может быть больше. Соответственно, как вы видите, час с пол пятого до половины шестого есть два параллельных мастер-класса, которые вы можете посетить. И дальше в 17 часов 40 минут начинается работа над проектами, когда вы уже сформулировали свое понимание, набрали команду, понимаете, что нужно делать, и вперед начинается работа до восьми вечера, а в восемь вечера краткий чекин – это такое просто перекличка, кто что сделал, кто где находится, в каком состоянии, что ему необходимо дальше делать. На этом заканчивается обычно первый день. Второй день начинается также с возвращения к работе. Алексей Сидоренко, руководитель теплицы, расскажет о том, как сделать выигрышную презентацию на защите хакатона. Это тоже очень важно послушать. И дальше, по сути, целый день до семи вечера идет работа над проектами вместе с метрами, с другими участниками непосредственно для того, чтобы сделать классную презентацию, классный проект или прототип. И вот, как вы видите, с семи до восьми вечера происходит защита проектов жюри, то есть приходит жюри, несколько человек, люди, которые видят вас впервые, и вы им рассказываете о том, что вы сделали. И вот в восемь вечера последний час это объявление победителей и закрытие мероприятия. То есть вот так стандартная программа хакатонов у нас работает. То есть сначала это погружение в тему, дальше это мастер-классы, и потом это уже презентация идеи проектов, начало работы над проектами, и второй день это работа полностью над проектами. Вопрос из чата. Алексей, в конце второго дня должны быть представлены прототипы или уже готовые проекты? Как мы сказали, что наши хакатоны направлены на создание прототипов, потому что понятно, что без каких-то конкретных навыков не имеет смысла. Прототипы, именно прототип. Если вы можете сделать что-то готовое, это будет только круто. И это только в плюс. То есть главное показать цель, что вы хотите сделать, какую проблему решаете, как вы это решаете, сделать интерактивный прототип. Для этого существует много сервисов, вы можете сделать... Визуально это будет выглядеть, как будто вы на компьютере показываете ваше приложение, которого еще нет. И этот прототип, он кликабельный, это здорово очень. Катерина спрашивает, какие условия предоставления гранта? Бюджет тоже должен быть описан в финальной презентации. В принципе, бюджет мы не требуем, описывать, потому что он никак не связан. Как вы видели, в критериях было написано, в критериях оценки проектов, что ваш проект должен быть реализован минимальными ресурсами. Поэтому если вы можете показать, что вы можете это сделать с минимальными количествами затрат, денежных, временных, то это здорово. То есть если вы, например, напишете, что мне для реализации проекта нужно 5 миллионов рублей, ну, вы знаете, это не совсем серьезно, то есть это неправильно. Потому что мы сейчас говорим о первой стадии, когда вы делаете прототип для создания минимально жизнеспособного продукта. По сути, деньги не нужны. Нужно только ваше время. Это действительно так. То есть нужно только время. И вот, по сути, грант, он дает возможность вам доработать этот проект до работающего, хорошего сервиса, который дальше можно монетизировать. спрашивают по поводу вебинаров, касающихся хакатона, будут ли мастер-классы. Смотрите, во-первых, у нас всегда есть онлайн-трансляции наших хакатонов, и мы часто записываем наши мастер-классы. Поэтому вы можете просто посмотреть записи, посмотреть презентации мастер-классов, и я думаю, что вы поймете, как это работает. Вот, поэтому мы специально стараемся это делать для тех, кто не может приехать. Те города, где проходят хакатоны. В состав жюри мы обычно приглашаем людей из области, например, если это вот непосредственно... Ну, давайте я переключу все-таки демонстрацию рабочего стола, потому что на сайте хакатонов в принципе все написано. Смотрите, так, вы меня видите. Окей. Так, я тогда перехожу на сайт. Вот, смотрите, так. Выглядит типичный сайт наших хакатонов. То есть есть название, описание, есть разделы основные, то есть можно почитать о мероприятии, посмотреть, где оно проходит, программу посмотреть. Как я уже сказал, я просто скопировал отсюда программу, показал вам. Принять участие – это, собственно, раздел, где можно зарегистрироваться. В данном случае вы можете зарегистрировать автор проекта, как дизайнер или программист. Если вы нажимаете как автор проекта, то вы видите, переходите, и вам нужно просто заполнить несколько пунктов. Они достаточно короткие. Это название вашего проекта, описание проекта. Ну и там по возможности там логотип и подробное описание. Ну, в принципе, вот название и описание достаточно. То есть смотрите, на главной странице можно увидеть следующее. У нас есть раздел проекта. Это то есть те проекты, которые уже подали люди. Есть идеи проектов. Вот, например, вот есть проект «Информационно-диагностический портал по редким заболеваниям». Вот я нажимаю сюда, и там вот в принципе в простом формате в двух словах описано, что хотят сделать. То есть люди хотят сделать портал, который будет в помощь в постановке диагноза пациента и получение максимальной информации по редкому заболеванию. То есть они хотят создать портал. В принципе, это хороший проект. Почему нет? Также мы здесь сделали несколько идей проектов. То есть вы можете нажать сюда, например, и посмотреть то, что организовано. Это, в принципе, то, что я в слайдах показывал. Например, сайт «Порфирии. Случай Насти». Это классный пример визуализации, вот информация о сложном заболевании порфирии, о котором очень сложно разобрать, ну, то есть понять, какие у нее симптомы. А здесь ребята сделали тяжелую историю, которая действительно заболела девочка Настей, как она вот, ну, то есть она в конце действительно умерла. И вот тут несколько шагов описано о том, что можно было бы сделать, чтобы избежать этой смерти. Да, по шагам прямо расписано. И это очень полезно и сразу понятно. Видите, достаточно как бы мало информации, но она очень четкая. Также, например, есть вот разные сайты, там трансплантация органов и так далее. Тут тоже такой визуальный проект. Можно посмотреть в виде не такой, условно говоря, инфографики, где более-менее понятно, что это и как это работает. То есть вот мы хотим видеть вот такие проекты. Вот есть можно скачать информационную листовку, например. То есть вот все, в принципе, достаточно просто. И дальше на главной странице сайта Хакатона мы видим, помимо проектов, если мы пролистываем, во-первых, мы видим спикеров и экспертов, да, то есть это те люди, кто будут участвовать и рассказывать что-то, да, выступать, и те, кто потом может помочь вам с проектами, да. То есть это дизайнеры, это сотрудники теплицы, да, как видите, Алексей Сидоренко есть, там, Анна Ладошкина, я, там, есть Алексей Новичков, он будет читать про инфографику и также помогать, вот. И в конце у нас есть члены жюри. То есть это те люди, которые, в принципе, из области, они понимают, что за проекты и как. То есть, например, Денис Беляков, это вот из, как бы, организации, с кем мы проводим Хакатон, это вот союз пациентов, пациентские организации с порядком заболеваний. Естественно, что этот человек прекрасно понимает, что это за проблемы, как они могут быть решаться и так далее. То есть это те люди, которые из области. Вот, поэтому на каждом сайте вы можете посмотреть члены жюри, они все уже известны, у них есть описание, кто они, откуда они. То есть это все открытая информация, совершенно ничего там секретного в этом нет, вы можете познакомиться с ними в прямом смысле слова и познакомиться там на мероприятии на самом. Так, с этим понятно. Давайте тогда я выключу демонстрацию. Так. И, в общем, просто напоминаю, что 27-28 февраля будет Rara Camp, и мы очень видеть вас хотим там, если вы можете помочь с проектами, приходите, это Москва. И теперь почитаем немножко чат. Есть ли опыт участия в аккатонах в странах СНГ? Да, есть, кто-то из наших сотрудников участвовал в сторонних мероприятиях, но мы работаем только на территории России. Есть ли несколько идей отдельно, Мария спрашивает, на каждую надо заполнять заявку или можно в одном? Желательно несколько идей заполнить, это будет намного оптимально, и, конечно же, никто не запрещает вам хоть три идеи написать, это совершенно нормально. Вы можете потом на самом мероприятии выбрать, чем вы хотите заниматься, и, возможно, просто кто-то возьмет вашу идею. Если нет гранта и другой возможности денежного приза, как еще можно мотивировать участников? Хороший вопрос. Во-первых, вот я уже рассказывал, о той мотивации, которая вообще существует. То есть, как минимум, это спикеры, это нетворкинг, это возможность действительно сделать классный проект, это возможность добавить вот в свое портфолио те вещи, которые люди сделают на хакатоне. Поэтому мне кажется, что мотивация, она как бы для каждого своя, но нужно над этим работать. И хочу сказать честно, это нормально, что мы находимся в процессе вот улучшения всегда, да, и мы стараемся смотреть, как улучшить наше мероприятие. И это нормально, что когда что-то не работает, и бывают какие-то провалы, в общем, вот как бы... На данный момент просто вот формат у нас такой, да, то есть, возможно, мы будем что-то изменять, почему нет? Потому что в России, например, тоже много разных организаций, компания проводит хакатон, они делают это по-разному. Редкие заболевания – это те, которые перечислены на сайте Союза? Да, Мария, мы считаем, что вот это именно те заболевания, которые перечислены. Но если у вас есть идея, которая близка, например, с какими-то другими заболеваниями, в принципе, вы тоже можете подать проект, возможно, мы его тоже рассмотрим. Также вопрос из чата. С какими сложностями вы сталкивались при организациях хакатонов? Могу сказать следующее. Во-первых, это очень сильно зависит от того, в каком городе проходит хакатон. Потому что, например, для меня было забавным, что в некоторых городах вот как бы коммуникация, да, она разная всегда. Где-то, например, ВКонтакте хорошо работает, да, то есть мы где-то приглашаем через ВКонтакте, где-то через там Фейсбук работает. А вот, например, в Иркутске, это прекрасный город, который находится рядом с Байкалом, да, то там, например, самое оптимальное общение было по телефону. То есть люди приглашали и общались по телефону. Это странно, но вот таким образом, да. Сложность еще может заключаться в том, что иногда непонятно, сколько человек придет. Ну, например, человек регистрирует проект свой, да, идея проекта, и он потом почему-то забывает сказать своим ребятам, что нужно тоже зарегистрироваться из команды. И иногда бывало так, что приходило очень много людей, и мы просто не ожидали этого. Иногда было наоборот. То есть поэтому сложности бывают разные, это нормально. Просто каждая сложность – это возможность сделать какой-то вывод, да, и там двигаться дальше, и просто сделать правильный вывод. Еще один вопрос. Правильно я поняла, что если тема моего проекта не вписывается в тему одного из ваших готовностей, его нельзя обсуждать в теплице. Но вы можете написать конкретно, какая у вас тематика, и тогда мы поговорим. В принципе, логично, что нет, потому что если тема городских проектов, а у вас проект связан, с чем-то другим, то просто он как бы не в формате, да. То есть вы можете сделать по-другому, вы можете, там, я не знаю, в зависимости от того, что вам нужно. Вы можете, там, подать заявку на IT-волонтер. У нас есть прекрасная платформа IT-волонтер. Это когда люди помогают вам сделать что-то, ну, там, не знаю, дизайн нарисовать, там, сайт создать или еще что-то. Спрашивают, не бывало ли так, что много проектов и недостаточно дизайнеров и программистов? Да, безусловно, такое бывает. И это связано с тем, что это особенность вот хакатонов, связанных с решением общественно важных задач. Потому что, например, часто понятно, да, что хотят сделать, идеи проектов есть, но для программистов и дизайнеров часто тяжело донести, например, что это действительно важная тема. И вот мы над этим работаем, да, но бывают такие сложности, безусловно. Часто так бывает, что не хватает. Но, опять же, решение в том, что лучше и правильно показать мотивацию для дизайнеров. И так как мы работаем с прототипами, да, то, в принципе, для этого не требуются какие-то такие глубинные знания, потому что, в принципе, даже если есть и хорошие программисты, то там с нуля пилить мобильное приложение, я считаю, на хакатоне не имеет смысла. Мария спрашивает, команда подбирается уже на хакатоне после презентации, верно? Ну, во-первых, вы можете заранее, когда подаете свою идею, подобрать команду. В принципе, это нормально. Вы можете прийти прямо со своей командой. Но если вам кто-то не хватает, кого-то не хватает, вы можете, да, найти людей с участников в процессе. Конечно, желательно это делать заранее. Но если нет, опять же, можно на мероприятии сделать. Такое бывает, да, такое бывает. Все, опять же, зависит от вашего проекта, насколько он интересен и так далее. А концепция следующая. Вот, например, на Rara Camp последняя концепция… Да, вот я просто расскажу, что проекты есть, и сейчас мы приглашаем именно участников с точки зрения подпроекта уже, да, то есть когда, например, нужны дизайнеры и программисты. Концепции бывают разные. Вот в данном случае именно такая. Так, есть ли еще какие-то вопросы? В общем, я еще раз мотивирую вас сходить, принять участие, зарегистрироваться, потому что это действительно важно и интересно. Хакатон будет. Если у вас есть возможность, там, и навыки, пожалуйста, welcome. И надеюсь, теперь, когда вы посмотрели, например, запись или посмотрели вебинар, вы понимаете, в чем вообще преимущество Хакатона, что это такое, как это работает. И опять же, вот, главная мотивация – это прийти, сделать что-то вместе и сделать реальные проекты, которые потом они могут просто быть реально огромными, большими и хорошими. То есть все начиналось когда-то с маленького, да? Все проекты практически, вот, социально значимые, они вот начинали с такого. И постепенно, постепенно, постепенно они превращаются во что-то большое. Акатерина спрашивает, а если кто не хочет участвовать в проекте, заявленном на Хакатон? Ну, во-первых, помимо участников, есть менторы, которые так или иначе в любом случае вам помогут. У нас еще такого не было, когда люди просто сидели и не могли найти того, кто может помочь. Вот и все. То есть, а во-вторых, Катерина, вы можете помочь себе сами, потому что те навыки и знания, которые вы можете получить, например, с помощью менторов и мастер-классов, они помогут вам решить какие-то ваши проблемы, либо вы сами можете начать работать над своим проектом. Это очень здорово. Потому что основная концепция, в принципе, теплица, которую я несу очень широко в массу и говорю о том, что это сделай это сам. Мы очень хотим, чтобы вы научились сделать это самостоятельно. Не отдавать это на аутсорс, не отдавать это другим организациям, а делать это самостоятельно. Это самое важное. Это тяжело, может быть, это сложно, но мы хотим показать, что это все возможно. То есть мы обычные люди, то есть, например, я не программист, я не дизайнер. Но если вы посмотрите вебинары, которые я проводил, вы видите, что есть вещи, которые можно сделать самостоятельно. И я разобрался, если я разберусь, то как бы я разобрался, вы тоже можете разобраться. И с помощью менторов там это можно сделать. Спасибо вам. Я надеюсь, было действительно интересно и полезно. Если будут какие-то вопросы, вы можете писать. Поэтому говорю вам еще раз огромное спасибо за участие.